ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В честь святой троица, семь в честь святых таяц, и число сорок, оно тоже для нас священное. Мы знаем, что Господь вознесся на сороковой день, что до этого, когда только Он начинал свой подвиг общественного служения, Он сорок дней постился, и потом пророк Моисей постился сорок дней до того, как принять от Господа божественные откровения, заповеди святые, и народ шествовал к обетованной земле, выводимой Моисеем, сорок лет. То есть число сорок — это какое-то особое освященное, ну вот так вот мы воспринимаем, освященное как особым промыслом Божиим, хотя, конечно, по большому счету, неважно, было бы их там, скажем, сорок пять или тридцать пять. Главное, что эти мученики оказались верны Богу, но здесь что радует? То, что их много, которые верны Богу. Обычно люди боятся. Очень легко люди впадают в какие-то предательства, малодушия, и когда много трусов, то никто этому не удивляется. А вот когда много смелых, мужественных, когда много верных Богу, то вот это и вызывает наше удивление. Поэтому мы будем обращать внимание, конечно, не на какие-то народные обычаи, традиции, предания, хотя и это на самом деле тоже очень важно. Вот если вспомнить, как Шмелев, его замечательное произведение «Лето Господне», как он описывает праздники церковные, то ведь люди всегда даже в быту это отмечали. Какие-то вот угощения готовили на сорок мучеников, выпекали жаворонков из теста, изготавливали такие вот булочки по виду маленьких птичек, жаворонок. Считалось так, что действительно к этому дню, в общем-то, жаворонки начинают прилетать, и они как символ душ мучеников, которые возлетают к небу, очень быстро жаворонки вот возлетают к небу, перелетают туда-сюда. То есть это как некий такой добрый символ, и для русского человека ему хотелось в своем быту, да, в традициях трапезы своей тоже как-то это запечатлевать, это все прекрасно. Но для нас прежде всего важны духовные смыслы. И если говорить об этих смыслах, то сорок мучеников в каком-то смысле это вот праздник православных мужчин. Конечно, специально никто не назначал такого праздника. Вот у нас потихоньку уже начало складываться, что день жен мироносец, это как такой международный праздник православных женщин, тех вот прекрасных женщин, которые следуют за Христом по образу жен мироносец. Не испугавшихся после распятия Господа, но шествовавших к его гробу, в итоге они стали первой свидетельницей Светлого Христового Воскресения. Так вот, и сорок мучеников, по праву мы могли бы сказать, что это вот день, такой вот день православных мужчин, потому что подлинное мужское начало, оно не в том, чтобы попить, попить там пивка, да, или покрепче, водки какой-нибудь, чтобы попариться в бане, там какие-то разнузнанные беседы или что еще хуже, а подлинное мужское начало, вот как Господь сотворил мужчину первым, оно в его ответственности, оно в его стойкости, в его верности, верности прежде всего Богу, верности своей собственной семье, верности Отечеству. И вот святые сорок мучеников, они как раз и являют нам пример подлинного мужчины, каким и хотел бы видеть его Господь Бог. И вот, ну, немножко вспомним, что это начало четвертого века, причем уже Константин Великий в 313 году вместе с некоторыми другими соправителями объявляет не просто веротерпимость, а христианство становится государственной религией. Но дело все в том, что в то время в Риме, в Римской империи, шла страшная борьба за власть. И были то одни там какие-то соправители, претенденты на императорский престол, то другие. И вот к 320 году, а это, собственно, год мученического исповедания, сорока святых севастийских мучеников, вот к этому времени, помимо Константина Великого, был еще и такой вот Ликиний, злостный язычник, у которого, кстати, в руках находились восточные провинции. Вот те самые восточные провинции, где христианство и было особенно распространено. И получался такой немножко парадокс, что в Риме, в западной части, где преобладало язычество, там правил христианин Константин Великий, причем он, конечно, открыто не всегда и не везде себя так вот показывал явным христианином, но все прекрасно понимали, что он поддерживает христиан, он отменил гонения, и что он хочет христиан, так сказать, вывести вперед в Римской империи. Но Константин правил именно на Западе, а Рим — это центр язычества, это был такой настоящий Вавилон, где люди утопали в разврате, где множество статуй богов, почему Константин Великий затем и решил именно в восточной половине империи воздвигнуть город, новую столицу, Константинополь, именно Константинополь и стал центром христианской империи. Римская империя, она преобразилась в византийскую. Но в тот момент, в тот момент эти восточные провинции были в руках злостного, повторяем, язычника Ликиния. И Ликиния рассуждал так, раз Константин Великий опирается на христиан, то, значит, я в своей половине империи должен искоренять христиан. А прежде всего, где их искоренять? Среди воинов, потому что я опираюсь на войско, значит, все войско должно быть языческим. И, в принципе, до этого момента, ну, по-разному, там было 10 крупных, конечно, гонений, и был, мы знаем, такой вот указ императора Трояна от начала II века, который предписывал уже за само имя христианин, вот если кто-то только он признает, что вот я христианин, то все, его можно было уже официально предавать казням. Но зачастую христиан терпели и даже уважали. А почему? Потому что христиане были ответственными работниками. Если он воин, то он дисциплинирован, он не предается каким-то там страстям, не ищет, где бы там соблудить, он не пытается у кого-то что-то стянуть, никого не обижает, вот как Иоанн Креститель. Помните, обращался к римским воинам, которые приходили, спрашивали, что нам делать? Никого не обижайте, да, довольствуйте своим жалованием. Ну, там еще какие-то вот наставления тоже давал, чтобы они вели целомудренную жизнь. И вот христиане именно так и жили. Это были очень ответственные, дисциплинированные, честные граждане своей страны. И поэтому языческие начальники зачастую уважали христиан, как тех, на кого можно положиться. И вот в одном из таких римских легионов сохранилось даже название. Это был молниеносный легион. Легионы имели название. А молниеносный за что дали? За то, что очень быстро они реагировали, очень быстро исполняли поставленные задачи. Вот там тоже существовали христиане, в частности, один из отрядов, в котором 40 воинов. Причем родом они были из Каппадокии. И вот какое-то это тоже чудо, что из Каппадокии происходило очень много святых. Очень много. Это вот святой Василий Великий, брат его Григорий, прозванный Нисским по городу Ниссы. Оттуда Григорий Богослов. Там также оттуда равнопостная Нина, просветительница Грузия. Оттуда, кстати, великомученик Георгий Победоносец, тоже из Каппадокии. И преподобный Паисий, святогорец, тоже оттуда родом. И много других еще. Святитель Григорий, чудотворец. И вот 40 мучеников севастийских, они происходили родом именно из Каппадокии. Видимо, эти места, вот там рядом проповедовал апостол Павел, и там первые всходы евангельской проповеди и очень всем сердцем серьезно восприняли христово учение. И родители воспитывали детей. И вот уже формировалась такая вот семейная традиция воспринятия евангельского благовестия. И вот севастийские мученики, они были родом именно оттуда. А отряд их располагался. В Севастии этот город принадлежал Армении, но Армения была не как сейчас. Сейчас это нечто такое очень крошечное. А в то время Армения, она называлась Великая Армения. Огромная такая вот страна. И там тоже располагались римские легионы, батальоны, потому что эти территории входили в состав Римской империи. И вот когда Ликиний решил провести такую зачистку, он стал узнавать, где есть какие-то христиане. И тут, конечно же, доносят военачальникам, что вот в Севастии есть вот такой отряд из 40 воинов. К ним придраться было невозможно. Они все исполняли. Они защищали свою родину, да. Они были честными гражданами. И, ну, как тут быть? Римские начальники зачастую относились к этому тоже так вот. Особенно они не исповедовали никаких богов, а некая теплохладность у них была религиозная. И они говорят, ну, вы чисто вот формально просто совершите какой-то ритуал, просто вот формально принесите жертву богам, засвидетельствуйте свою верность римской языческой религии, и все у вас будет хорошо. Но для христианина это уже лукавство, это двойственность. Если ты неверен в малым, то ты и во многом не будешь верен. Если ты допускаешь вот такое вот лицемерие, что куда-то вглубь души своей запрятываешь почитание Бога, а в делах своих отрицаешься Бога, то вот эта вот двойственность, такая шизофрения получается, раздвоение, это делает тебя уже заведомо предателем, и в какой-то момент ты уже даже не будешь помнить, а христианин ли ты на самом деле. И такое в истории, кстати, бывало, когда в традиции, скажем, где-нибудь там в Турции криптохристианство, когда всячески вот запрятывают все обряды, не исповедуют снаружи, то потом сама религиозность такого человека, она настолько оскудевает, что там какие-то уже суеверия появляются, он уже даже непонятно, верует ли он во Христа или там в какие-то суеверные обычаи. То есть для христианина важно и внутри, и вовне исповедовать Господа нашего Иисуса Христа, и поэтому воины севастийские, они прямо сказали, что нет, вот мы не можем поклоняться этим идолам, мы не можем выполнить это требование. Ну и тогда как? Обычно употребляли два способа. Это угрозы и уговоры. То есть вначале могли, ну или то, или то, и вот вначале их заключили в темницу, ожидали суда и уже начинали уговаривать. И говорили им так, что если вы все-таки поклонитесь нашим языческим богам, то мы вас будем повышать по службе. Мы, наоборот, вас будем продвигать вперед. Но они говорят, что нет, мы не можем все-таки отречься от нашего главного военачальника, потому что Христос — это и есть наш подлинный предводитель, причем бессмертного воинства, воинства небесного. И они, как воины царя небесного, остаются верны Христу до конца. И тогда вот после этого уже начинаются какие-то угрозы, а потом и сами пытки. Пытки бывали различные, но в данном случае, видимо, решили пойти на такую, ну не то что хитрость, а как бы дать возможность одуматься этим таким слишком уж упертым воинам-христианам. Их выводят ночью, а было зимнее время, и вода в озере замерзла. Вот их выводят на лед, оставляют раздетыми на льду, чтобы они замерзали, а рядом специально для искушения топят теплую баню и говорят, что, пожалуйста, если хотите согреться, то можете просто прийти и греться. Вот она, та самая вот банька, ради которой зачастую многие мужчины готовы все променять, бегут, пьют, потом блудят, распутничают, и всякое христианство в них исчезает. А вот эти севастийские воины решили остаться до конца, потому что не желали отречься от Господа, который за нас претерпел страдания, но и воскрес ради нас. И правда, ради надо отметить, что один из воинов он все-таки не выдержал, и он побежал, ну, как Житие говорит, что вот как только он вошел в эту баню, он тут же пал замертво. То есть Господь наглядно наказал его с такой смертью. Но мне хотелось бы еще что отметить. Вот почему все-таки этот воин, он не выдержал, да, побежал в эту баню? Ну, не то чтобы почему, а я хочу обратить внимание, что мученики, они терпели действительно какие-то боли, истязания, мучения. То есть не надо думать, что Господь вот он всегда чудесным образом освобождал мучеников от каких-то страданий, иначе тогда и не будет исповедания. Если ты не претерпел ничего тяжкого, ничего скорбного, не испытывал никакой боли, и зачастую мученикам христианским приходилось проходить через самые нечеловеческие страдания. И вот когда все тело сжимается от судороги на этом морозе, когда ты просто вот, ну, сейчас, кажется, умрешь, упадешь замертво, и все, все закончится. Вот и при этом в этих бесчеловечных, жестоких страданиях быть верным Богу до конца, и вот тут-то и происходит чудо, что Господь все-таки сохраняет им жизнь. То есть, да, страдания, они не исчезают. И один воин, он не выдерживает пыток, он убегает. Но те, кто остались, Господь сохранил им жизнь. Вот мы знаем из истории христианства, и в 20 веке, кстати, это тоже повторялось уже в пределах нашего Отечества, когда уже новомучеников выводили куда-нибудь в холодное помещение. Ну, вот я вспоминаю, это один из лаврских старцев, свято-троицка Сергия Лавры, старец Иосия, Евсенок. Он был одним из дореволюционных еще монахов, а когда Лавра возродилась, то вот он вернулся в святую обитель, и потом, так как он проповедовал, он открыто тоже и паломникам, разным людям рассказывал про Христа, то его осудили, послали куда-то там, в какие-то лагеря, и вот зимой, когда жесточайшие морозы, а он как раз заболел, он заболел, что-то там воспаление легких, у него уже температура под 40, но он молился преподобному Сергию, и Господу молился, и вот его оставили в холодном помещении уже умирать, то есть смысл это не было, уже думали, что все, не выдержит он ни этих морозов, и какой смысл там его держать где-то в каком-то помещении, ну и кто особенно церемонился заключенными в этих бараках, и вот когда он молился, то он увидел, что подходит к нему преподобный Серги, протягивает просворку, он еще увидел, что просворка именно лаврская, там печать на просворке, как обычно в лавре изготавливают, и она такая была теплая, вот он ее съел, согрелся, и у него как раз весь вот этот озноб прошел, и утром приходят, уже думали хоронить там его, и просто удивились, что не знали даже, чего сказать, они там вне себя от ужаса, он живой, и потом он так и вернулся в лавру, он рассказывал об этом, и он только жалел о том, что не оставил даже маленького кусочка этой просворки, потому что, говорит, это же была небесная просворка, вот жалко, что я даже кусочка не оставил, то есть иногда Господь своей благодатью, вот когда христианин старается быть верен до конца, то Господь своей благодатью сохраняет ему жизнь, и мороз вот этот, он тоже отступает, холод отступает, и воины, севастийские, они остались живы, потому что благодатью своей Господь их согрел, то есть вначале они являют верность до конца, даже до смерти, да, мы готовы терпеть это вплоть до физической смерти, но Христа мы не предадим, и Господь являет знамением, что Он их не покинул, Он своей благодатью, своей любовью согревает их души, и тела их согревает, так что они остаются живы, вот там же, мы вспоминаем, произошел еще такой случай, что это наблюдал один из охранников со стороны, ну, конечно, не один он был, много было охранников, но один заметил, что он видит над воином 39 венцов, и он понимает, что вот один из венцов не достался вот этому малодушному воину, который убежал, который решил там вот временно вот так вот обогреться, и охранник решает тоже вступить в число этих мучеников, сам себя снимает одежды, одежды, это воспринимают, наверное, как какое-то безумие, да, что вдруг он бежит тоже на этот лед, а почему? Потому что у него сердце прозревает, что открывается нечто новое, нечто великое, и все наше физическое, вот это материальное тепло, это ничто по сравнению с Божьей любовью и с Божьей благодатью в бессмертном, вечном царстве. Он становится посреди этих воинов, и до конца уже с ними претерпевает страдания, так что числом их опять становится сорок. Вот это вот любимое нами священное число. И так как они не умерли на льду этого озера, то велели их просто-напросто, решили перебить им голени, чтобы они истекали кровью, и уже от этого умерли. И действительно, с перебитыми голями они умирали один за другим, было велено тела их сжечь, но при этом самый юный из этих воинов по имени Мелитон, он еще оставался жив, и вот такое интересное дело, что присутствовала его мама, которая наблюдала его страдания, и она принимает на себя, возлагает на себя тело своего сына, и несет вслед вот за повозками остальных почивших воинов, которых везут на сожжение эти римские язычники, и она хочет, чтобы ее сын тоже был сопричислен этим воином, она несет на себе тело своего израненного сына, по пути он умирает, и кладет она его вместе с другими, то есть мы представляем, насколько это и ее в том числе был личный подвиг, то есть не надо думать, что подвиг мучеников, он какой-то такой одинокий, он не оставлен Богом, он не оставлен ангелами, не оставлен другими христианами, в том числе близкими, родными людьми, и просто вот наша жизнь, она такая, что на земле мы страдаем, страдаем все, и христиане, и язычники, и верующие, и безбожники, но либо ты все-таки проснешься в этих страданиях, и обратишься к Богу, либо будешь всю жизнь бегать от страданий, да, и так потонешь в своем унынии, отчаянии, а претерпевший до конца, говорил Спаситель, тот спасен будет, вот как мы читаем, кстати, в книге Апокалипсис, где апостол Яну Богослову открывается множество спасенных людей, святых людей в белых одеждах, и он спрашивает, кто вот это, и ему приходит ответ, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца, за это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них, то есть в этом терпении мученическом человек уготавляет свое сердце в обитель для Господа, для Господа, который сам за нас пролил свою кровь и кровью свою убелил наши души. Вот мученики обычно изображаются в белых ризах, как те, которые кровью исповедания омыли свои одежды. Вот мы вспоминаем 40 севастийских мучеников, они и сейчас находятся пред престолом Божиим, они воины Божия, они слышат и видят каждого, кто к ним обращается. Вот еще вспоминается из жизни святителя Григория Низского, мы упомянули его, это брат святого Василия Великого, он младший брат, и когда он еще только возрастал, то увлекся сильно философией и погрузился в мирские науки. А вся семья, родители, братья, сестры, они уже вели глубоко церковный образ жизни, и вот его пригласили в том числе поучаствовать в богослужении, посвященном 40 мученикам севастийским в честь перенесения их мощей. Он недовольный приезжает, что его оторвали от философских занятий, а служба шла всю ночь, всенощная в прямом смысле, и вот он утомился, проходит в сад в какую-то беседку, прилег отдохнуть, и вдруг видит, что он стоит на пороге какого-то прекрасного сада, это райский сад, но воины не пускают его, которые явились с жезлами, они готовы его наказать, и только один из них ходатайствует за Григория, и тогда они проявляют к нему милосердие. Он тут же пробуждается и спешит тоже на богослужение. Вот так 40 севастийских мучеников, они его вразумили, что нужно бодрствовать, пока мы живем на земле, для этого нам и великий пост дан, чтобы мы не спали, не погружались в сон наших страстей, а пробудившись, служили Господу, и 40 мучеников, они нас видят, слышат, мы можем к ним обратиться, и они непременно помогут. Святые мощи, частицы их святых мощей были сохранены, их, когда сожгли, то, как правило, не все полностью там сгорает, но мучители хотели все это утопить, а на третий день мученики явились епископу города, святителю Петру Севастийскому, который, они ему сказали, чтобы он обрел частицы их мощей, и вот он приходит вместе со своими помощниками к озеру, видит, там явился свет, и вот эти частицы мощей святых мучеников, они собрали вот так эти мощи, сохранились вплоть до наших дней в разных местах, в разных церквах православного мира, ну, а нам остается только, во-первых, поблагодарить святых мучеников за то, что они явили нам пример вот такой вот верности Богу, на своем месте они, во-первых, исполняли ответственно свои обязанности государственные, и вопреки вот этой вот несправедливости, что начальство на них ополчилось, они не роптали, они не впадали ни в какой гнев, но являют, во-вторых, самое главное, это верность Богу, и их страдания, это пример для нас, и их стойкость, это пример для современных мужчин, потому что подлинный вот мужчина, христианин, каким хочет его видит Господь, это именно человек верный до конца, ответственный, который и обязанности, вот как эти воины исполняет, дисциплинированно, но и верен своей семье, стоек в своей вере, и в своей личной жизни должен быть примером для других, дай Господь нам хотя бы что-то извлечь из жития святых сорока мучеников, и по их молитвам вести трезвенный образ жизни. Храни вас Господь, всех с праздником, дорогие братья и сестры. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. я подпишись 200